Доброго времени суток! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас сезон, чтобы подлатать вашего железного коня от ржавчины. Посмотрите, сколько в «АвтоСтронг-М» идеальной кузовщины и она ждет вас. Ну что, настало пора разобраться, какие двигатели мы считаем надежными и долговечными. Итак, встречаем дерзкий рейтинг от компании «АвтоСтронг-М». В наш рейтинг мы включили 10 надежных и неприхотливых моторов. Объясним, что в рейтинге моторы, которые применялись на автомобилях в 2000-х годах. Также отметим, что эти моторы с нюансами, как и все двигатели в 2000-х годах. И все же мы считаем и знаем, что моторы из нашего рейтинга способны без хлопот и каких-либо дорогих ремонтов служить сотни тысяч километров. Единственное, что надо данным двигателям, это своевременная замена масла каждые 10 тысяч километров и внимание к некоторым техническим мелочам. Итак, очень интересно, какие же двигатели мы добавили в наш дерзкий топ-10 от «АвтоСтронг-М». Поехали! Итак, наш рейтинг открывают японские силовые агрегаты Honda K-series объемом 2.0-2.4 и относящийся к ним двигатель 2.3 с турбонаддувом. Эти двигатели появились на автомобилях Honda в 2001 году. Они надежные и ресурсные, но не такие неприхотливые, как их предшественники. В двигателях K-series используется цепь ГРМ, которая может потребовать замены уже к 200 тысячам километров. На десятое место нашего рейтинга мы поставили этот двигатель, потому что он имеет склонность к износу кулачков выпускного распредвала. То есть, владельцам надо было осуществлять дорогостоящую замену выпускного распредвала. Нельзя сказать, что износ кулачков распредвала – это инженерная ошибка. Многие специалисты сходятся во мнении, что надо в этот мотор заливать правильное масло в зависимости от условий эксплуатации, и тогда все будет хорошо. Если двигатель эксплуатируется в условиях пробочной езды и при жаркой погоде, то следует заливать более вязкое масло 0W40. Если же двигатель не испытывает температурных нагрузок, а также если эксплуатируется в зимний период, то тогда надо заливать менее вязкое масло 0W20. Моторы K-серии, которые используются в трассовых режимах и никогда не испытывают никаких проблем с температурой, то есть, температурной нагрузкой, никогда не имеют проблем с износом кулачков выпускного распредвала. Ну, не терпит этот мотор неподходящего масла, поэтому уверенное десятое место из-за такого эксплуатационного косячка. Ну что, поехали дальше. На девятое место мы поставили немецкий двигатель, вернее целое семейство двигателей, легендарные EA113. Данные двигатели начали производиться еще в 90-х на основе чугунного блока. Именно эти рядные четверки привели в массы турбонаддув и уникальный ГБЦ с пятью клапанами на цилиндр. А в начале 2000-х годов именно эти двигатели познакомили любителей Audi, Volkswagen, а также Seat и Skoda с непосредственным впрыском. TFSI моторы начались именно с них. Сегодня можно сказать, что эти двигатели хороши, хотя простотой они не отличаются. При наличии нормального специализированного сервиса и хорошего диагноста обслуживание этих двигателей становится беспроблемным и стоит недорого. Да, в этих двигателях есть пара элементов, которые надо заменить при пробеге в 250 тысяч километров. Что это за элементы, посмотрите в нашем подробном обзоре вот по этой ссылочке. Данные моторы способны пройти 500 тысяч километров и не склонны к пожиранию масла через цилиндропоршневую группу. Вы хотели Volkswagen в рейтинге, получите уверенное девятое место. Едем дальше. На восьмом месте у нас целое семейство японских двигателей Mazda. Это агрегаты L-серии объемом 1.8, 2.0 и их более большой родственник двигатель объемом 2.3. Младшие двигатели очень популярны. Их устанавливали на все Mazda 2000-х годов. Также их устанавливали на все Ford, которые были созданы на базе Focus и Modeo. Также эти двигатели устанавливались на Volvo во времена владения Ford, на S40 и S80 и их универсальные модели V50 и V70. Почему же данный японский двигатель у нас занял только восьмое место? Ведь он может пройти и 300 и 400 тысяч километров, потому что он вынуждает некоторых своих владельцев раскошеливаться на замену поршневых колец. Также у него мудренный впускной коллектор, который может потребовать реставрации заслонок. Цепь ГРМ в данном моторе служит примерно 300 тысяч километров. В целом, это простой и незамудренный двигатель. Чтобы продлить ему жизнь, надо не злоупотреблять короткими поездками, не наматывать лишних моточасов и почаще менять масло. Восьмое место. На седьмом месте у нас еще один японский агрегат, который устанавливали и устанавливают на автомобили Nissan и Renault. Это HR16DE или по каталогу Renault H4M. Это абсолютно нормальный и простой в обслуживании двигатель. Но подняться выше седьмого места в нашем рейтинге ему мешает потенциал к залеганию поршневых колец. Кольца могут потерять свою подвижность из-за городского ритма движения, то есть стояния в пробках, когда двигатель не видит высоких оборотов. Но с этой проблемой можно бороться более частыми интервалами замены моторного масла. Цепь на данном моторе ходит 250 тысяч километров. Вот такой мотор свежий у нас добрался только до седьмого места. Еще один немецкий двигатель в нашем рейтинге. Встречаем BMW M54. Двигатель, который устанавливался на все BMW с 2000 по 2010 год. Данный силовой агрегат уходит корнями в 90-е годы. Он эволюционировал из моторов M50 и M52. Имеет рабочие объемы 2.2, 2.5 и 3.0. В отличие от преемников N-серий, данный двигатель не имеет проблем с блоком цилиндров и цепью ГРМ. Чаще всего он требует ремонта по мелочам, то есть устранение течей масла, оживление заслонок в вкусном коллекторе и поиск причины нестабильного холостого хода. При огромных пробегах, если владелец не следил за температурным режимом мотора, а именно эксплуатировал данный двигатель с засоренными радиаторами, то может появиться жор масла на угар. Но эта неприятность легко лечится заменой маслосъемных колпачков. В общем, этот бодрый двигатель может пройти без проблем 500 тысяч километров. Шестое место. На пятом месте мы расположили очень простой и живучий двигатель Renault F4R. В 2000-х годах он был основной движущей силой Scenic Megane Laguna, а сегодня он возит на себе бюджетные Duster и Captur. Этот двигатель был создан в конце 90-х на основе чугунного блока. На основе этого мотора были сделаны высокофорсированные двигатели для самых заряженных Megane и Clio. Самый злой мотор атмосферный F4R выдает 200 лошадиных сил, а злой турбированный 273. Одним словом, это простой и долговечный мотор, рассчитанный на полмиллиона километров. Он может беспокоить, но только по мелочам. Износ демпферного шкива, течи масла, либо же барахление фазовращателя, если таковой имеется. Современные двигатели F4R со степенью сжатия 11 к 1 для Duster и Captur не переносят 92-го бензина. Из-за 92-го бензина детонация и детонация приводит к разрушению поршней уже при пробеге 80 тысяч километров. Из-за этой долбанной особенности только пятое место. Поехали дальше. Итак, в шаге от подиума четвертое место. На четвертое место мы поставили модульные двигатели Volvo, в частности, самые популярные на 4 и 5 цилиндров. Что интересно, хороши все версии, что турбированные, что атмосферные. Четырехцилиндровые двигатели представлены в рабочих объемах от 1.6 до 2.0, пятицилиндровые двигатели от 2.0 до 2.5. Это абсолютно годные моторы, которые не были замечены в серьезных поломках и также не склонны к жору масла. Единственное, надо отметить форсированную версию 2.5 на 260 лошадиных сил. Она склонна к перегреву. Из-за этого деформируется ГБЦ и также пробивается прокладка ГБЦ. В остальном, обращения на ремонт по данным двигателям связаны с фазовращателями и их управляющими клапанами. Также отдельного внимания заслуживает система вентиляции картерных газов, которая закупоривается, если владелец зла употребляет короткими поездками. Но эта проблема легко диагностируется и надо всего несколько нормочасов для ее устранения, то есть замены закупоренных трубок и бачка отделителя. На данных моторах используется зубчатый ремень, который надо менять каждые 120 тысяч километров. В общем, вот такой красавец немного не дотянул до подиума. Четвертое место. Третье место мы отдаем двигателю объемом 1.8 от General Motors. Этот двигатель ставился на Opel и Chevrolet, также на Fiat и Alfa Romeo. Он был заложен в 2000-х годах и дожил до модели Insignia. Данный двигатель – основная движущая сила Astra и Zafira, а также соплатформенников Cruise и Orlando. Что можно сказать о его надежности? В первые годы выпуска данный двигатель имел проблемы с фазовращателями, то есть они были бракованы и потом впоследствии заменены по отзывной компании. Затем фазовращатели не беспокоили данный двигатель вообще. Единственное, за что можно поругать этот двигатель, так это теплообменник. Дело в том, что он служит порядка 100 тысяч километров. Затем деформируется, его прокладки дубеют. В таком случае масло может течь наружу либо смешиваться с антифризом. А если оно смешалось с антифризом, то придется менять еще и патрубки системы охлаждения, потому что они деформируются из-за воздействия масла. Поэтому теплообменник надо менять превентивно. Других недостатков в этом двигателе нет. Поэтому уверенное третье место. И какой же двигатель у нас на втором месте? А на второе место мы поставили не самый известный, но очень долговечный двигатель V6 от Ford. Этот двигатель применялся на Mazda, Lincoln и Jaguar. И существует в объемах 2.1, 2.5 и 3.0. Этот двигатель ведет свою родословную с 90-х годов. По некоторой информации его разрабатывала компания Porsche AGBC. Разрабатывала компания Cosworth. И по итогу получился очень бодрый двигатель, который развивает 220 лошадиных сил. Это именно тот случай, когда кузов превратится в труху. Коробка сломается, а двигатель останется в рабочем состоянии. Данный двигатель непривередлив. Пройдет без труда 500 тысяч километров, если вы вовремя будете менять масло. В данном двигателе используются две цепи ГРМ и спрос на них отсутствует. Они существуют только в оригинале и заменителей никто не выпускает. Это говорит об огромном ресурсе. Правда, если в данном двигателе цепь порвется, то это обойдется в копеечку. Вот такой надежный агрегат у нас на втором месте. Итак, первое место. Лидером дерзкого рейтинга от «АвтоСтронг-Топ-10» надежных бензиновых моторов заслуживает стать двигатель Toyota, причем не из 90-х годов, а из 2000-х годов. Здесь у нас подвешен двигатель серии МЗ, то есть более новая версия 3МЗ с Lexus RX 3,3 литра. Хороший и надежный двигатель. Правда, он имеет небольшую, но устранимую проблему с системой вентиляции картерных газов, которая может вызвать расход масла на угар. Также безупречными у инженеров Toyota получились и двигатели семейства AR. Распространенный двигатель 2.5 мы разобрали в Грузии. У этого двигателя практически нет недостатков, хотя его предшественник объемом 2,4 литра отличился редкими, но серьезными поломками. Вот такой рейтинг у нас получился. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли он вам и какие рейтинги вы хотели бы видеть еще. Обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М».